У каждого человека обязательно должны быть нити. Расскажу вам, как правильно чистить зубы. Возможно, вы этого никогда не знали. Он вам такое расскажет только в стоматологии. А может, еще и не расскажет. А я тут просто так секретики его даю. Вы же не думали, что я взяла только два пакетика? Пришло время посылки. Какая-то паста. Мисса. Я не понимаю этих роглифов. Японские, китайские. Ну, какая-то азиатская. Пахнет так остро. Минуточка кайфа. Очередная посылка. Обещала заснять. У меня тут рядом рюкзак. Я пришла с работы. Там всякая еда, которую я купила по дороге. Вам все покажу обязательно. Потому что я уверена всем. Очень интересно, что мы с Сашкой едим. Там очень прикольные продукты. Ну, я вам все покажу. А это продолжение вчерашней посылки азиатской. Там будет поинтереснее, чем вчера. Тоже обязательно с вами раскроем и покажем. Поэтому погнали. Показываю, что купила. Покажу вам, ребята, что купила. Начнем с этого пакета. Поехали. Тут немножко неудобно, но я и так вас поставила. Так, чтобы было вам все видно. Первое. Это хас. Вот такие два авокадо. Кстати, из всех авокадо, из всех видов авокадо, которые я пробовала, самый вкусный хас. Я думаю, со мной согласятся все. Сашка, ты со мной согласишься? Да. Да. Ну, реально, он более такой авокадостый вкус. Не знаю, как еще сказать. Потом. Обязательно, если мы видим мороженое, джелателе и какое-то новое, они там делают разные новые вкусы, что-то там выдумывают, придумывают. Если мы видим, мы обязательно берем. У нас, вы знаете, мы очень любим мороженое, особенно джелателе. И всегда даем ему предпочтение. Кстати, вот это, сколько тут, вот эта коробка, 6 вроде бы, а да, 6 штучек, стоило 9,99, то есть 10 злотых. Это очень выгодно в таких покупках. Дальше. Взяла боровки. Мы любим их есть. И тем более еще есть, как бы, сезон. Еще они продаются, вкусные. И мы решили тоже взять. Не мы, а я, но мы, типа, вместе с Сашей. Саша мысленно был со мной. Вот это то, ради чего я решила поснимать. Кукуруза, ребята, если увидите эту кукурузу в Лидле, правда, она по 2 штучки, я брала на скидки, не знаю, будет ли скидка еще или нет, но если будет, обязательно берите. Она очень вкусная, она сахарная и варится 15-20 минут. Ну, мы, я варю 25 минут, потому что у нас мультиварка, она потом нагреет воду, но вообще 15 минут роскошная для них. Они очень сладкие, они сахарные. И намазать вот эту кукурузу сливочным маслом, и просто пальчики оближь, я вам гарантирую. И достаю чек. На все я потратила 102 злотых. Вот все, что я вам покажу. Потом, ребята, нить. У каждого человека обязательно должны быть нити, чтобы чистить зубы. Это я вам точно говорю, как уже, так как я уже работаю в стоматологии, я уже не знаю сколько, уже больше полгода. И первое, нам говорят, что, врач говорит, первое, это должно быть нить, второе, должно быть ирригатор, и только потом уже чистить зубы щеткой. И лучше всего, конечно, если у вас электрическая щетка. Если у вас такая обычная, тут она называет их мануальная. Если такая, ну она обычная такая щетка, тоже можно, но обязательно верхнюю челюсть, обязательно, чтобы сверху вниз чистить, вот так, такими движениями. А если нижнюю челюсть, то снизу вверх. Так, так что, ребята, вот вам все секреты здоровых зубов выложено. Пользуйтесь. Кстати, очень часто, если не пользоваться ирригатором и этой вот ниткой, очень часто люди приходят с кариесом между зубов. Это вот, ну, сразу понятно, что, значит, человек, пациент не чистит ниткой. Кстати, я не говорю, что конкретно это надо чистить, я не знаю, хорошая она или нет. Очень сложно вообще найти хорошую нитку, это тоже правда. Они все такие неприятные, тонкие и так вот разделяются эти нити. А у нас была такая классная, я не помню от какой фирмы, ты тоже не помнишь? Вообще я не помню, она была классная, она закончилась и больше я ее такую не видела, нигде не могла найти. Может она в аптеке есть? Ну, будем искать. А это, не знаю, если узнаем, что скажу. И такие вот персики плоские. Вот такие. Они очень сладкие. За килограмм 14 чем-то зло так было. Ну, я взяла, потому что мы давно не ели. Вообще в этом году такие персики. А, ели. Ну, не важно. Ну, мы их мало ели. Так, иду за следующей сумкой. Так. Рюкзейшн. Наш любимый соус. Он был на скидке, поэтому я взяла две штуки. Но если скидка, то уж. Обязательно, обязательно. Потом. Кукуруза такая же. Вы же не думали, что я взяла только два пакетика? Два. Три. И шта-ра-ра. Будем с Сашкой объедаться. Я уже покупала на этой неделе, потому что пока скидки я покупаю. И плюс я взяла вот такую колбаску на утро. Она нарезная. Кстати, очень удобная. Но я считаю, что дороговато. За 250 грамм 9 злотых дороговато. Она у нас очень быстро уходит, так как мы с Сашкой завтракаем этим. Ну и все. Я вам все показала из того, что я купила. Сейчас я хочу открыть эту посылку. Раз я уже вас так удобненько поставила. Ждите. Сейчас попробовала эту нитку. Она, кстати, очень даже ничего. Купила я ее в Лидли за 8 злотых. Я советую, кому нужна нитка. Очень приемлемая цена. Очень нормальная. Я сейчас попробовала. Она такая толстенькая. Но есть один минус, что она такая скользкая. И вот когда вот так вот натягиваешь, эти пальцы очень сильно скользят. Но это как бы минус. А так очень даже классно. И, кстати, расскажу вам, как правильно чистить зубы. Возможно, вы этого никогда не знали. Именно ниткой. Вот представим, что это зуб. И вот я беру нитку. И получается, ниткой надо один зуб вот так вот прочистить с одной стороны. И потом ниткой обязательно вот с этой стороны зуба. То есть с двух сторон каждый зуб. Это занимает долго. Но поверьте мне, если вы уделите этому внимание, то ваши зубы действительно будут в порядке. Это очень важно. Иначе вы отдадите большие деньги за лечение зуба. Потому что, к сожалению, лечить зуб хорошими материалами это дорого. А если еще и каналы лечить. И чтобы до этого не доводить, лучше уделите 10, ну лучше 15-20 минут. Обязательно почистить ниткой зуб. Ну хотя бы не утром, вечером. Хотя бы вечером. Это реально очень важно. Так что поделиться с вами очень важной информацией. Ставьте нам лайки. Вам такое расскажут только в стоматологии. Я, может, еще и не расскажу. А я вам тут просто так секретики выдаю. Хотела показать нитку, которую вот просто не нужно покупать. Ее никогда. Вот это просто отстой. Она, кстати, в такой же ценовой категории, как та, что я вам показала. Из Лидла хорошая. А это просто жесть. Никогда ее не берите. Просто даже не тратя деньги зря. Она отвратительная. Она разбивается на такие волокна. Она тонкая-тонкая. И просто вот невозможно чистить. Она не чистит хорошо зубы. Короче, не советую вам. Вот правда. Надеюсь, что была полезная информация. На самом деле, пока я там вот работаю, сама вот узнаю, как правильно следить за зубами, как это важно. И стараюсь. И Сашку подсадил, чтобы он обязательно чистил ниткой зубы. Это вот очень важно. Нитка первая. Ирригатор второй. И третья. Это, конечно, паста. И паста тоже должна быть хорошей. Ни в коем случае кайлгейт, не-не. Она не очень хорошая. У нее такие абразивные частички. И она маль зубы портит. Так вот рассказали. Поэтому берите лучше получше пасту. Не обязательно, чтобы она была дорогая. Просто, чтобы там не было таких абразивных частичек. Все, короче, ребят, пользуйтесь на здоровье. Если было полезно, я рада. Пришло время посылки. Открываем. Покажу, что там. Упаковали, конечно, очень забавно. Тут еще, видите, эти скотчемки работают. И какие-то картонки. Очень забавно. Просто куски картона. И вот второй. И еще картон, пожалуйста. Картон тут, конечно, не пожалели. И первое у нас... Какая-то паста. Миса. Так как мы имеем Лидла Микс, и там есть разные азиатские супы. И для этих азиатских супов нужны разные пасты. И вот одна из них. Тут написано Миса. Короче, тут какая-то... Я не понимаю этих роглифов. Японские, китайские. Ну, какая-то азиатская. Азиатская. И еще... И еще карри-паста. Но точно такую мы видели еще в кухнях свято. Там разные, кстати, есть. Карри, как у нас. Потом всякие там баттай, Миса пасты. Короче, разные там всякие штуки. Вот внутри такой пакет. Мне просто интересно посмотреть. А, и это что? Выдавить потом из этого пакета туда? Пахнет так остро. Реально очень остро. Блин, тут прям много-много. Но пахнет так остренько. Я надеюсь, ребята, что это не супер-остро. Потому что я не очень люблю прям остро-остро. Чтобы было. Так вот с галками. И я прям наборолю. Все. Как только приготовим какой-нибудь суп. Мы уже, кстати, один раз готовили и показывали. Вот такой карри с карри пастой готовили. И очень вкусно было. Очень прям. Поэтому мы решили набрать кучу паст. Чтобы у нас было на разапас. Ну, ребята, вспомним детство. Класс. Надеюсь, вы поймали кайф. Минуточка кайф. Чупишок. Чупишок. Что происходит? Почему это лопает обид меня? Так, ну и последнее тут соевый соус. Сейчас раскрою, покажу. Мы его уже заказывали. И он оказался очень даже неприятный. Пожалуй, это наш самый любимый соус. Соевый соус. И еще со времен Беларуси. На самом деле он очень вкусный. Прямо идеальный. Для меня даже чуть-чуть вкуснее, чем Кикаман. И мы разводим с водой. И очень классно. Очень классно. Надолго хватает еще. Пожалуй, вот и все. Я вам все показала. Все покупки. Но есть еще кое-что, что вы должны увидеть. Во-первых, вы должны увидеть это сладкое чудо. Чупи. Ты чудо? Ты чудо? Эй, наше чудо. Мой бронжевый носик. Да, да. Вот так ты умеешь на двух ляпах стоять. Вот так ты. Вот так ты. Да, да, молодец. Такой же медведь. Такой же медведь. Да, 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 да. Молодец. Такой же облизовый. Он так любит облизывать. Пошли покажем кое-что. Пойдем. Идешь? Идем за мной. Ой, медведь. Идем. Ну что? Ой, какой хозяин. Хозяин. Короче, ребята. Вот представляете, привела я свои цветы уже в более-менее порядок. Их практически спасла. И смотрите, у меня поломались ветки. Сами упали. Их никто не ломал. И у меня еще вот тут стали как бы отрастать какие-то лебесточки. И тут, и тут, и там. То есть я уже поняла, что они оживают. И тут, и тут бац, и упало. Я, короче, не знаю. Меня уже замучило. А, и нашла землю. Хочу пересаживать, но я уже не знаю, стоит ли пересаживать. Потому что они как бы уже в более-менее лучшем виде. Тут, получается, пять литров. Взяла вот такую универсальную. Ну, надеюсь. Но я попозже, наверное, буду их пересаживать. Потому что я боюсь их погубить. И вот так вот я подхожу, пшикаю. Я не знаю, может купить какую-то палку. Или найти на улице. И, знаете, обвязать, чтобы она вот стояла. О, так жалко. Так я за ними ухаживаю. Слежу за ними. Они не это. Не хотят расти. Чупсик, что там смотришь? На тебе. Лови. На еще. Чупи. На еще. Так, облачко. Облачко. Чупи. Чупи-чупи. Малыш. Не хочет отзываться. Кто-то там на улице идет. Там интереснее. Чупи. Ой. Чупи. На. Я пойму. Короче. Еще раз попшикаю сейчас. Полью. И пойду, наверное, искать палку. На улице, чтобы как-то привязать и их спасти. Мне, кстати, уже... Они были такие фиолетовые, а потом стали такие вот зелененькие. Не знаю чего. Может, они и будут зеленые. Уже фиолетовый цвет прошел. Я вообще не понимаю, как это все происходит. Кстати, вот эта ветка была самая красивая. И она тоже упала. Ну, где справедливость, ребята? Ну, вот где она? Продолжение следует... Продолжение следует...